О программе по переселению граждан из Ветхого и Аварийного фонда, строительстве социального жилья, как о приоритетных направлениях работы мэрии, говорили на заседании Горсовета. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев отчитывался перед депутатами о работе команды городских чиновников за 2015 год. Дороги, угольная пыль, коммунальные услуги и расчет ставок за землю для предпринимателей, транспорт, парк и скверы, стадионы. Годовой отчет главы его обсуждения длились более двух часов, что было сделано, что в планах и те проблемы, которые не находятся в ведении города, говорили обо всем. Работа городских чиновников основана на 13 муниципальных программах. На первом месте переселение мурманчан из строительства жилья. Обсуждению извечной проблемы дорог решили уделить отдельное время на депутатском часе. По статистике ОНФ Мурманск занимает 38 место по России по качеству дорог. А за прошлый год отремонтировали почти полторы тысячи квадратных метров дорожного полотна. Уровень собираемости платежей населения из-за жилищно-коммунальной услуги в 2015 году составил 90,83%, что выше значение за 2014 год на 2,58% пункта. Основной причиной повышения уровня собираемости платежей является переход населения на прямые расходы с отсутствующими организациями. Показатель работы городских чиновников в коммунальной сфере это более 27 тысяч проверок за год. Выявлено 19 тысяч нарушений, более 18 миллионов в качестве штрафов пополнили муниципальную казну. Устроено 24 зеленые зоны и оборудованы 44 спортивные площадки. Отремонтирован комплекс «Авангард», 5-я музыкальная школа, ДК «Первомайский». Из 33 показателей майских указов Путина Мурманск на первом месте среди муниципалитетов по 10 из них. Есть и программа интеллект-центров, которые уже несколько лет проводятся. Вы знаете, что закупается оборудование, полностью проводятся ремонтные работы. Огромное значение, конечно, имеется благоустройство в городе, и парки, и скверы, и горожане все это видят. Поэтому на сегодняшний момент о строительстве социального жилья уже много сказано. Много сделано, но, конечно, нам много еще предстоит сделать. Главные проблемы для мурманской мэрии – нехватка денег в бюджете. Например, чтобы обустроить тротуары, облагородить к столетию фасады или обустроить все пешеходные переходы. Только на последнюю задачу требуется почти миллиард. А, например, проблему недостроев в городе решить можно только с их владельцами. Иногда на поиски и суды уходят годы. Конечно, сколько людей, столько мнений. По-разному могут люди оценивать деятельность. Но мы видим по тому, что у нас происходит в городе. Потому что очень приятно, встречаясь с избирателями, люди приходят уже. Конечно, есть критика, конечно, задают вопросы. Но в целом отмечается, что жизнь в городе меняется. После обсуждения доклада и дискуссии депутаты приняли решение. 25 из 28 парламентариев проголосовали за то, чтобы признать работу мэрии удовлетворительной. Продолжение следует...